Надо предоставить места, и во-первых, нужно думать, что эта ярмарка для обоюдных, для производителей и для покупателя, который может сэкономить деньги, бабушки, дедушки. Они приходят, даже удивляются, а почему у вас так дешево? А мы говорим, это сделано для вас. Теперь что, прикроем одним работу, а вторым, чтобы сэкономить, да, жизнь становится лучше, пенсии больше. Ну, естественно, вот, потому-то решили закрыть. Вот и все. Может, кому-то заносят в кабинет, и кому-то интересно, чтобы эта ярмарка не работала. Все семь лет атакуют нашу ярмарку рыночники. Мы мешаем рыночнику, директору рынка, наверное, и хозяину рынка. Если кому-то в кабинетик заносят потихонечку, или позиции, или оппозиции, непонятно. Посмотрим, кто будет за нас. Вот и все. Мы народ Украины. Болгарского происхождения, татарского, русского, украинского. Мы народ Украины, который дает работу депутатам, президентам всем. Все они наши наемные работники. Но так вот люди собрались, к нам никто не вышел. То есть наши людей, которых мы наняли на работу, сидят, а люди ждут, не объяснив, почему и как. Заранее вас не извещали. Просто сказали, закрывается ярмарка. Это было вчера. А кто сказал вам, что? Ну, вчера, суббота была. Нет, вчера было воскресенье. Позавчера, кто вам говорил? Это официально было уведомление вам, да? Принесли бумажки вот такие и сказали, ярмарка последняя у вас. На территории, вот здесь, возле музея. Когда мы стояли с товаром, принесли бумажки и такие вот. Вот сеть документ, папирец, и все. Сдали и сказали, будьте договариваться где-то на рынках. Пришла Антонина Николаевна, говорит, я поговорил с директором рынка. А он сказал, а у меня мест нету. То есть мы вас закрываем, но вам идти негде. Говорит, Беню знаете, знайте, идите к Бениной матери. Это вот типа получается. Вот и все. На сайте Мелитопольской Минской Рады. День 5 назад было.